Если честно, то мне совсем не верится, что меня тоже застала эта дратская зимняя меланхолия. Хотя я совсем не тот человек, который привык к этому как-то поддаваться или еще что-то. Меня всегда это избегало, потому что я знала, к чему я стремлюсь, я знала, что я делаю, я знала, что я хочу. Я знала, и такое ощущение, что иногда ты забываешь, что ты хочешь, и начинаешь больше валяться, больше лениться, больше себе позволять всего. Начинаешь больше грустить, задумываться, накручивать себе, и ни к чему хорошему, я думаю, все мы знаем, не приводит. Темное время года, очень мало света, очень мало витаминов, очень мало всего разнообразного, очень много забот, очень много волнений, очень много того, что мы так не любим, и что мы так, например, избегаем летом, но чему подаемся зимой. И как итог, желание свернуться в комочек и просто не шевелиться. И что же делать, что же нам может помочь в этой борьбе с нашей зимой российской, которая встречает нас темнотой и провожает нас тоже темнотой. Ровным счетом свет длится часа 4-5 максимум, и ты вообще не знаешь, когда его видеть. Поэтому предлагаю вам определенно включать больше света, пить огонечки, купить какие-нибудь лампы дополнительные, включать чаще свет, включать быстрее свет, когда вы, например, просыпаетесь, чтобы вы не успели снова погрузиться в эту мрачную пору и мрачное состояние. Зажигайте свечи, особенно которые пахнут, желательно цитрусами, это будет вас бодрить, чтобы немножко поднимать свое настроение, и чтобы у нас создавалось хотя бы ложное понимание и представление того, что немножко светлее. Света достаточно, света нам достаточно. Если вдруг на улице солнце подставляете ему лицо, находитесь большее количество времени естественным светом, хотя бы такой, какой он есть. Здесь, например, в Петербурге я уже второй раз замечаю, что очень темно, у нас всегда как будто бы какая-то дымка над небом, и света как такового вообще в принципе нет. Поэтому если вы тоже петербургский житель, то держитесь, ребят, будет лучше, будет лучше обязательно, солнце будет выглядывать, и я так думаю, что оно начнет выглядывать, когда снова станет дико холодно, но тем не менее мы хотя бы сможем получать немножко больше этого солнечного света, плюс сейчас выпал снег. Это тоже небольшой плюс для нас, потому что свет будет отражаться, и его будет казаться, что его больше, и нам от этого тоже будет лучше и в нашей голове, и для нашей кожи, и для нашего организма. Очень странное замечание от меня сейчас слышать, потому что я совсем забыла о своей физической активности. Я совсем перестала ходить в зал и в принципе что-то делать. Возможно, это все вместе накопилось, и мне не хочется, возможно, потому что я просто не видела результата, и мне как-то снова не хочется дойти, но я понимаю то, что зимой физическая активность очень важна. Потому что, ну, признаемся честно, в такой мороз, холод мы вообще никуда не ходим, не людимся, и не то, что нам тяжело перебежать от метро куда-то еще, нам в принципе тяжело из дома выйти, даже дома двигаться, понимаете, в чем дело-то. Поэтому очень важно ловить такой момент коньков, лыж, снегоходов, снегохатов, хатов, снегохатов, в общем всего того, что дает нам зима, вот этот кайф. И в этом плане я немножко, ну, не то, что жалею, что я не в Добрянке, я не жалею, что я не в Добрянке, но тем не менее, там я в этом плане была намного более активна, потому что у меня были коньки, и прокат стоит 30 рублей. Катайся сколько хочешь здесь, цены в 10 раз дороже, у меня нет коньков, и я не могу ходить на каток, но я так этого хочу, просто безумно. Я очень скучаю по конькам, я очень скучаю по лыжам, я все это обожаю, просто всем сердцем и душой. Я в Добрянке ходила, мне кажется, на лыжи чуть ли не каждый день, с утра, вечером ушла еще на каток, то есть вот прям вот так вот все. Я очень это ценю, и если у вас есть возможность ходить на каток, на лыжи, то делайте это почаще, радуйтесь тому, что дает нам все-таки зима, потому что у зимы, ну, есть какие-то преимущества, торить не будем. И если вы, как я, жалеете 300 рублей на этот дурацкий каток, плюс 200 еще за прокат, и того 500 за час, то вариант зала намного более выгодный. У меня, например, даже уже есть абонемент, и просто нужно туда ходить и немножко поддерживать уровень своих активностей мышц, потому что мои обленились. Еще одна радость, которую дает нам зима, это из-за того, что холодно, из-за того, что нашему организму нужно больше энергии, чтобы себя защищать, чтобы себя согревать. Мы хотим больше кушать. Не знаю, как и вы, опять же, я заметила за собой то, что есть я стала, ну, в полтора раза так точно больше. И причем хочется не самого полезного, согласитесь, если вы тоже с этим сталкивались. Поэтому все-таки нужно себя как-то потихонечку контролировать в плане, точно в плане фастфуда, точно в плане газировки, в плане остальных вещей лучше добавить больше чего-то свежего, насколько вы можете сейчас найти, потому что уже зима, но, например, те же мандарины, те же апельсины, гранаты, ананасы, классный источник витаминов, которые помогут вам заряжаться. Ну, если вы хотите что-то более плотное, то, по крайней мере, ешьте, например, какие-то мисты, рыбные блюда с овощами, с бобовыми. Это тоже принесет больше хорошей энергии для вашего организма и также поможет вас согреть. Супы, 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 еще раз супы. Я огромный фанат супов, поэтому надо начинать их готовить, потому что тепленькое внутрь означает, что вам будет тоже тепло. Я, например, также за собой заметила, я как бы очень люблю за собой наблюдать и за своими привычками, за своими повадками, за тем, что мне нравится, что мне не нравится, в какое время года и так далее и тому подобное. То есть, если вы давно меня смотрите, вы знаете это. Поэтому потребление чая увеличилось просто до двух литров, наверное, в сутки, потому что я не могу. Я либо начинаю мерзнуть, либо мне надо что-то с чем-то попить, либо мне надо еще что-то. Я такая, чай, 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 и у меня просто вот заварник языки, я его так полностью, знаете, заливаю, жидуток минут в пять, и потом еще его все разливаю и выпиваю просто очень много чая сзади. Мне кайфово, потому что мне тепло. Я человек, которому до конечности кровь, мне кажется, вообще еле доходит, а благо доходит, поэтому я мерзну очень быстро даже дома, а у нас почему-то из балконной двери очень сильно дует. Хотя это непонятно, вроде она закрытая, она пластиковая, но дует, и утром очень холодно. Особенно, знаете, когда вы поели творог, который был из холодильника, хоть вы его и достали пораньше, и потом вам холодно, и вы не знаете, что делать. И просто, ааа, как со Сашей. Я сталкиваюсь с проблемой слишком часто, я не могу об этом не сказать. Поэтому греемся с согревающими напитками. Я очень хочу попробовать приготовить глинтвейн. Если вы за, то вот вы знаете, что делать, и можно еще даже прокомментировать то, что вы хотите глинтвейн. By me, by Sasha, все такое вот. Я очень хочу его попробовать сама сделать. Я знаю, это просто, но тем не менее надо. Я давно твержу про витамины, мультивитамины и так далее, и сейчас пришло просто мое время. Итак, ребят, заходим на сайт iHerb, пишем витамин D и заказываем. Нет, я серьезно. Я не знаю, как бы я жила без витаминов, мне кажется, они мне очень хорошо помогают быть именно более активной, более яркой, более хорошо встающей по утрам и так далее. Я пью витамины каждый день, витамины А, витамины Д, витамины Е я сейчас пью, омега-3 пью. Еще B12, но сейчас стала реже пить, потому что я стала есть рыбу. Также едим яйца, обязательно они тоже богаты витаминами Д, насколько я помню. Также белок, всегда нам надо. Мы же сильные с вами, да? Чтобы не фастфуд, а яйца ели. Ладно, это шутка, но тем не менее. Витамины, витамины, еще раз витамины. Мультикомплекс будет вообще прекрасен, потому что он поднимет вас в содержание всех нужных элементов, которые нужны для вашего нормального существования. У меня есть подруга Рита, и она начала пить муки витамины, витамины, не знаю, что она пьет, что она там пьет. И она мне первая подарила идею к тому, чтобы именно пить, начать не пить витамины, потому что она на своем примере мне показала, как она себя чувствует, выглядит и вообще, что у нее происходит, когда она не пьет витамины. И какая она, когда пьет витамины. Это разный человек. Следующее, с чего я, наверное, даже начала, это поставьте себе цель, которую вы должны сделать. У вас должна быть всегда какая-то цель, к которой вы идете, или какой-то пункт вашей цели. Потому что иначе вы начинаете загоняться вот тут, вам начинает ничего не нравиться. И знаете что? Я поставила свою цель. И мне пофигу, что об этом думают, я ее достигну. Все равно, я сверну любую гору, срежу любую елку, но мечту свою выполню. И мне все равно. Поэтому будьте отчаянно настроены на то, что вы что-то хотите. Будьте уверены в том, что у вас это как будто бы уже есть. Верьте в то, что вы можете. Верьте в то, что вы можете сделать все, что только вы захотите. Делайте свою мечту реальностью. Делайте вашу жизнь, которая у вас сейчас в голове, реальностью. Это возможно. Верьте в свою мечту и делайте что-то для ее достижения. И тогда у вас все будет прекрасно. Ваша жизнь в ваших руках и только. И поставление цели конкретной, четкой, своевременной, актуальной для вас, она приведет вас к успеху. Потому что вы его достойны. Вы всегда будете его достойны. Поэтому действуйте. Просто действуйте, действуйте. Зима прекрасная для этого времени. Потому что многие увидают, многие ничего не делают. Апатия и все такое. А вы такие, еее, мне пофигу. Я все сделаю. Это мое время. И действуйте. Просто действуйте. Одевайтесь тепло. Пожалуйста, ребят. Одевайтесь тепло. Еще один мой огромнейший совет. Потому что я это делать не умею. Правда. Я реально учусь одеваться по погоде. Для меня это сложно. Я в основном думаю, что погода одна. Или я хочу сделать определенную фотографию. И одеваюсь определенным образом. А потом иду просто. Не допускайте моих ошибок. Пожалуйста. Я вот сейчас достала свое пальто длинное. Помните его серое? Просто я его сегодня уже надеваю. И это такой кайф. Ногам, понимаете, ногам полностью тепло. Я человек, который всегда ходит в куртке. Поэтому для меня надеть пальто, это почувствовать себя в таком суперском коконе. Почувствовать себя просто в пледе. Это кайф. Поэтому если у вас еще нет чего-то теплого, шапки, шарфа, куртки, пальто, зимних сапог, колготок, теплых штанов, я могу проложить до бесконечности варежек, перчаток и то и другое. Потому что я всегда два месяца надеваю перчатки, варежки. Ребят, заведите. Зима началась. На улице уже холодно. Не надо мерзнуть. Не надо болеть. Вы потратите еще больше денег на вашу болезнь, на неудовольствие быть на улице. Кому это надо? Ревайтесь теплее, ребят. Создайте уют дома. Просто не перестаю это говорить. Пожалуйста, украсьте елку, повесьте гирлянды и просто думайте, что о да, Крисмос такой прекрасный. О да, Крисмос такой прекрасный. О да, я могу сделать волшебное настроение, состояние и так далее. О да, о да, о да. Если вы так себя запрограммируете, у вас будет шикарное новогоднее настроение. Я вас уверяю просто на 100%, потому что так сработало со мной. У меня его, ну как бы, мое новогоднее настроение точно не стукнуло так, знаете, 6 декабря, когда я приехала домой в Петербург, когда все новогоднее настроение просто в голове. Нет, вы его сами создаете. И если вы до сих пор чувствуете, что у вас нет этого новогоднего настроения, то, возможно, вы сами его себе не создали. И ни один человек другой не способен это сделать, кроме вас, потому что только вы есть у себя, только вы есть у вашей головы, у вашего мозга и у вашего состояния. Поэтому делайте, делайте, еще раз делайте. Новогоднее настроение не исключение. И если вы захотите, чтобы оно у вас было, было таким, каким именно вы его хотите, каким вы его представляете, каким вы его любите, каким вы его желаете, таким оно у вас и будет. Поэтому действуйте, ставьте елку, едьте в Икеа, покупайте пряничный домик, сделайте вот эти глупые пумпи, о которых все говорят. Это работает. Это действительно работает. И вы можете мне поверить. Из печа имбирные печеньки, едя из Гриндвейна, с основного производства, посмеявшись только что над пряничным домиком, который вы слепили, и смотря новогодний фильм, поставив уже елку, нарядив ее, начав собирать какие-то подарки, упаковывать их, вы так или иначе столкнетесь лицом к лицу к этому состоянию того, что, о да, уже скоро, уже слишком скоро, но это круто. Новый год это всегда новая возможность, и зима это как чистый белый лист, который вы сами можете украшать и сами можете делать лучше. Зима сама по себе, она неплохая. Да, в ней есть сложности, да, это непростой период для многих из нас, но тем не менее, черт возьми, мы что не люди? Мы что не можем это преодолеть? Мы что не можем быть самыми классными, самыми счастливыми в любую пору этого года? И зима это прекрасная возможность, чтобы побыть ближе с любимыми, с родными, чаще с ними видеться, дарить им подарки, радовать их, улыбаться чаще в конце концов, больше времени даже проводить на кровати под пледом, под новым новогодним пледом, почему бы и нет? Просто найдите кайф зиме, найдите кайф зиме и наслаждайтесь. Наслаждайтесь тем, что вы живете, живете в таком прекрасном месте, в котором вы сейчас находитесь. У вас есть интернет, у вас есть прекрасная возможность смотреть как мои видео, так и другие видео. У вас есть возможность сделать то, что вы хотите, вы живете в 21 веке, который способен на все. И черт возьми, давайте скажем этому миру, да, я тебя люблю. Такое настроение сейчас, я не знаю, какое-то... Я не скажу, что слишком хорошее, оно просто классное, и я этому очень рада, и я благодарна этому настроению вам, правда. Если бы не вы, оно бы таким не было, скорее всего, и не было бы всего вот этого. И я бы так не верила в себя, как вы мне помогаете верить. Поэтому знайте, что я тоже безумно в вас верю, и у вас тоже все получится. Я вас всех очень сильно люблю, и... Знаете, сколько счастливее? Полдесятого. Увидимся дальше. А еще я опять в пижамных штанах, потому что я их слишком люблю. И я сейчас еле принесла эту елку. Я чуть не сломала весь дом. Но я счастлива. Я сейчас уже приехала в город, взяла Капучино. Тут очень шумно, и тот человек, с которым я хотел встретиться, решил опоздать. Ну, не совсем, но факт в этом. Или бы мне. Добрый вечер, дорогие. Я сейчас начала новую книгу читать «История на миллион» от Роберта Маки. Это Сашина книга. Он о ней рассказывал видео про рум-тур. И я дочитала свое о кишечнике и решила, почему бы и нет. Пока ничего сказать не могу. Просто приятно. Читать относительно комфортно. Но я еще не привыкла к такому виду повествования. И пока еще просто адаптируюсь, так скажем. У меня так в каждой книге, кстати, происходит. Когда я начинаю читать новую книгу, я адаптируюсь под слуг автора. И пытаюсь понять, почувствовать его темп, чтобы читать прям, знаете, так, как, возможно, автор хотел бы, чтобы я читала. Не знаю, на самом деле это так или нет. Но я в любом случае так чувствую. Поэтому делюсь с вами этим. Не знаю, чувствуете ли вы что-то подобное или нет. Делитесь. И сегодня мы, кстати, с Солей так и не встретились. Потому что она делала очень много дел. И наши расписания немножко не сошлись. Хотя я специально для этого приехала. Но ничего страшного. В принципе, я очень хорошо сегодня погуляла. Сегодня был снежок. В общем, было так душевно, приятно, красиво. Завтра с Сашей очень надеюсь, куда-нибудь направимся. Либо на Новую Голландию, либо... Сейчас проходит ярмарка о да и да в гостином дворе. Возможно, мы завтра зайдем туда обязательно, посмотрим. Там должно быть... Должно быть не только и да, но еще что-то очень интересное, классное, новогоднее. То есть это и украшение, и какой-то хендмейд. Поэтому тут интересно. Посмотрим, посмотрим. И все, я сейчас буду ложиться спать. Постараюсь уснуть, хотя мои соседи очень громко шумят. У них постоянно что-то падает. И такое ощущение, что у них пятеро детей, которыми они не умеют вообще никак управлять, извините меня, если так можно назвать, контролировать их. И они кричат на них постоянно. Просто постоянно на них ругаются. Мне жалко этих детей всем сердцем и душой, но я еще как-то не поднялась на следующий этаж и не сказала им ду-ду-ду. Давайте потише, пожалуйста. Вот. Вот так вот и прошел мой сегодняшний день. Так что до завтра, ребятки. Субтитры сделал DimaTorzok